приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы хочу поделиться с вами результатом пшеничного пива если вы смотрели ранние ролики на нашем канале есть видео о том как я готовил пшеничное пиво из собственноручно приготовленного солода вот это вот пиво обошлось мне 3 гривны за пол-литра это его себестоимость если вы хотите сварить пиво из пшеничного солода покупного соответственно то обойдется она вам где-то в 5 гривен за за пол-литра за бокал пива поэтому ну и естественно это совершенно натуральное пиво сваренное вручную вами собственноручно и какого-то сумасшедшего невменяемого оборудования для того что для того чтобы начать варить пиво совершенно не надо я начинал варить домашнее пиво у меня было из всех приспособлений кастрюля мешок для затирания солода собственно говоря бутылки и бродильная емкость вот это вот все с чего я начинал потом конечно я уже обзавелся пивоварней потом я сам сделал для нее автоматику и так далее и тому подобное когда уже вошел во вкус а для того чтобы начать и получать вот такой вот чудесный напиток стоимостью если вы покупаете соло то 5 гривен за бутылку ну 5 гривен для наших российских российских зрителей скажу это 20 центов 20 долларовых центов где-то даже меньше 17 центов вот и сейчас я вам покажу покажу результат собственно говоря буду открывать крупным планом наливать буду крупным планом и расскажу о вкусовых качествах этого пива весь процесс приготовления занял у меня варка пива где-то пять часов после этого она бродила 10 дней и после этого она стояла на карбонизации и на выдержке месяц вот грубо говоря через 40 дней я получил с пяти килограммов солода и маленькой пачечки дрожжей у меня получилось 23 литра этого чудесного напитка давайте попробуем итак друзья открываем это пиво естественной карбонизации то есть никакой гликислоты сюда не добавляется она естественно газированная и вот какая у нас красота получается она немножко мутноватое совсем чуть-чуть но как и должно быть пшеничное пиво но даже она я бы сказал наоборот недостаточно мутноватое для пшеничного пива вот такой вот напиток такая чудесная пена и сейчас друзья попробуем расскажу о вкусе ну что ж друзья перейдем идем и дегустации как видите пево пена держится отлично напиток на цвет просто потрясающий напомню кстати ссылку на видео о том как приготовить пшеничное пиво я размещу в описании этого видео этого ролика вот да так цвет просто потрясающий я считаю что результат отличный на запах легкий запах меля и сладковатый сладковатый запах это пиво эль то есть использованы элевые дрожжи верхового брожения соответственно температура брожения было 17 18 градусов я его делал летом сейчас уже подходит зима буду готовить лагер и вот собираюсь скоро сварить светлое пиво светлый лагер и тоже сделать на эту тему видео итак попробуем изумительный сладковатый вкус чуть-чуть есть фруктовой нотки потрясающий 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 вот хорошая хорошая пшеничное пиво чуть-чуть сладковатая на вкус без горчинки такое средне газированное то есть она не сильно газированное вот прошло две минуты пиво углекислота еще выделяется но пена уже полностью осела как видите ну очень классно оно мне конечно нравится больше чем покупное пиво даже брендовое пиво если взять хороших допустим немецких марок мне все-таки домашнее пиво нравится больше ну и собственно говоря делюсь я с вами этими рецептами для того чтобы друзья вы перестали платить производителям перестали покупать непонятный продукт а начали варить свое домашнее вкусное пиво поверьте это просто ну собственно говоря посмотрите на видео как я его варил ничего сложного нету результат просто потрясающий ну и естественно пиво получилось надеюсь что вам это видео было полезно друзья подписывайтесь на наш канал вы увидите много нового интересного о приготовлении пива о приготовлении алкоголя о приготовлении всяких интересных блюд ставьте лайки а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока пока